МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшный сон одного садоводства. А нынче помимо гусей коровы появились, там штук 10, лошади появились, козы. Как бытовой скандал перерос в уголовный? Отголоски аварии. Дмитрий, почти в вене погибли двое человек. Почему спустя два года после решения суда ищут ответ на вопрос, кто виновен? Время принимать гостей. Алтайская земля вообще великая земля. Какие мероприятия шукшинских дней на Алтае нельзя пропустить? Сегодня в Барнауле события федерального масштаба. Открытие шукшинских дней на Алтае. В эти минуты на ковровой дорожке у театра драмы идут приглашенные артисты и писатели. В этом году в числе почетных гостей Виктор Мережков, Валерий Фомин, Андрей Мерзликин, Алиса Гребенщикова, Мария Шукшина, Надежда Бабкина. И список можно перечислять очень-очень долго. А на открытии шукшинской недели, которая по традиции состоялась возле памятника Шукшину в Барнауле, кажется, был весь город. Так считает моя коллега Дарья Эйдемиллер. Ей слово. В Барнауле сегодня начинаются шукшинские дни на Алтае. И в сквере имени Василия Макаровича яблоку негде упасть. Нет, буквально, вы просто посмотрите на это. Кажется, что весь Барнаул здесь. Фестиваль продлится 5 дней. Запланировано около 40 событий. Приедет 50 звездных гостей. Вы все счастливые люди, что вы живете в таком замечательном месте. Какое-то место силы. Я испытываю необычайное волнение, находясь здесь. Всегда мечтал здесь побывать. Слава богу, это случилось. Я работал по всему миру, снимался во всех странах практически мира. Но так как здесь, так волнительно, действительно, себя никогда не чувствовал. Алтайская земля вообще великая земля. Я считаю, это жемчужина России. Правильно? Да. Смотрите, тут и Леша Балдаков, который недавно ушел в мир иной. И Рождественский. Иван Александрович Пырьев, прекрасный режиссер был такой, великий советский кинорежиссер. И Миша Евдокимов. И Валера Золотуха. Смотрите, сколько имен, сколько звезд настоящих не придумано. Не Киркору, блин, а настоящих звезд. Понимаете, дорогие мои? Не Басков. Противный. Расскажите, почему решили прийти на открытие Шукшинских? Ну, Шукша нравится душевность, действительно, о простых людях говорит. И девиз кинофестиваля на рабственной связи, правда, действительно, очень близок к жителям Алтайского края. И здесь действительно особая энергетика, как я сказал, один из гостей сегодняшнего мероприятия. Очень приятно здесь находиться, на самом деле. Для меня этот день памятный, праздничный. Я ценю его как человека, как писателя, как режиссера. Я просто преклоняюсь перед его именем и рада за всех присутствующих. Спасибо Василию Макаровичу, потому что живу с детства, жила на этой улице с детства. И мы ему благодарны. У нас всегда порядок на нашей улице. Заасфальтирована улица, всегда благоустроена. И ему благодарны. У нас такой праздник. Чуть в отдалении от открытия фестиваля образовалась вот такая куча народу. Здесь, не поверите, раздают автографы. Стихийно. И я очень надеюсь, что конкурсный фильм «Последние испытания», который будет показан в Алтайском крае, смогут увидеть все, кто пришли сегодня на эту площадь. Так, например, первый показ этого фильма состоится уже сегодня в кинотеатре «Мир». Начало в 20 часов. Скажите, кто-то планирует прийти? Да! В этом году праздновали бы 90-е лет Василия Макаровича Шукшину. Фестиваль юбилейный, поэтому масштаб фестиваля чувствуется. Сегодня в планах более десятка событий. Это выставки, встречи с писателями. А вечером состоится открытие кинофестиваля, кстати, 21-го. Но об этом мы расскажем вам чуть позже в других выпусках новостей. Дарья Дмитриевна Николаевича Шукшинова, день с толком. Не успели отпраздновать юбилей Заринска, как глава города объявила свои отставки. О желании уйти по собственному желанию Иван Терешкин сообщил сегодня на городском собрании депутатов. С момента избрания он руководит Заринском второй год. Отметим, что именно при Иване Терешкине Заринск получил статус территории опережающего развития. Известно, что Терешкин хотел покинуть свой пост еще весной, однако губернатор Виктор Томенко попросил его отложить уход до конца лета, чтобы достойно провести праздничные мероприятия ко дню города. Заявление Терешкина об уходе будет рассмотрено на очередной сессии 27 августа. До этого момента глава города будет исполнять свои обязанности. В Бийском городском суде прошло заседание по делу о растрате средств ФНПЦ «Алтай». Как сообщают бийские рабочие, обвиняемых по уголовному делу трое. Один из них – бывший генеральный директор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, ушедший из жизни в 2016 году. Он проходит по статье «Присвоение или растрата совершенной организованной группой либо в особо крупном размере». Еще двое обвиняемых – его коллеги, депутат АКЗС Ирина Теплова, директор научно-производственного концерна «Алтай», возглавлявшая при Жаркове администрацию предприятия, и Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора, главный конструктор и зять Александра Жаркова. По одной из версий, обвиняемые разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Фактические работы, которые так и выполнялись сотрудниками в рамках должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях субподрядчиков, руководителями которых были Теплова и Литвинов. Таким образом шла дополнительная оплата по факту выполненных работ. По некоторым оценкам, ущерб, нанесенный государству, составил более 100 миллионов рублей. Отметим, что это уже 55-е заседание суда. В этот раз были выслушаны свидетельские показания. Ввиду громких имен участников процесса, защита попросила ввести дело в закрытом режиме. Очередное заявление о досрочном освобождении скоро подаст защита Дмитрия Найдина, сына экс-главы Камня Наби. Два года назад он получил наказание и отбывает срок за громкое ДТП, в результате которого умерло два человека. При этом адвокат мужчины уверен, что Дмитрий не виновен. Но даже после доказанной фальсификации в документах дело не пересматривают. Анастасия Дороган продолжит. Четыре вмятых авто, девять пострадавших, двое погибших. Страшная авария произошла в августе 2015-го. Даже через год следствия вопрос, кто виноват случившимся, решен не был. Дмитрий Найдин, сын экс-главы Камня Наби, в тот день находился в машине вместе с подругой Еленой Игнатьевой. По версии следствия, их БМВ и стала причиной ДТП. А за рулем, определили следователи, был Дмитрий. Он отсидел уже два года. Все это время адвокат доказывает невиновность клиента. Так, в некоторых документах водителем значится Игнатьева. Есть еще один момент. При вынесении итогового решения, если суд исключил протокол осмотра места происшествия, включающий в себя схему ДТП, соответственно, возникает вопрос, те экспертизы, которые на основании этих документов были проведены, являются ли законными. В 2016 году Краевой следком признал факт фальсификации в деле. Следователь Александра Киселева вносил в протокол измененной страницы. По итогу она получила дисциплинарное взыскание, но дело не пересмотрели. Не учли, по словам адвоката и другое. Например, в деле фигурирует водительское удостоверение Дмитрия с номером, который он получит через месяц. За час до аварии камеры фиксируют. За руль садится Дмитрий. Но за несколько минут до ДТП, утверждал свидетель в суде, за рулем была Елена. Эту версию подкрепляет и характер ее травм. Позже, как говорит брат Дмитрий, этому свидетелю стали угрожать. Алексей Найдин хотел бы поскорее вернуть брата домой. Когда неопределенность, тогда как бы сидишь непонятно за что. Похудел очень сильно, то есть он постоянно, вот это у него нервное какое-то, я не знаю, там, он говорит, там у него все клопы какие-то едят, там у них травят, никого соседи не едят, его только едят. Ну, то есть состояние, конечно, такое очень подручающее. Защита уверена, что такой расклад – дело рук сожителей Игнатьевой, который давил и на свидетелей, и на правоохранителей. Осенью адвокат будет вновь ходатайствовать об условно-досрочном освобождении Дмитрия Найдина и оспаривать решение суда. Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком. А Мария Матозная получит 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Накануне в социальной сети девушка сообщила о том, что суд принял решение о выплате компенсации морального вреда. Матозная подчеркнула, что сумма ее полностью устраивает. Напомню, Марию Матозную год назад обвинили в экстремизме, оскорблении чувств верующих. Свою вину девушка не признала. Когда дело отправили на пересмотр, она уехала из России сначала в Украину, потом в Литву. В январе статьи, по которым обвиняли Матозную, декриминализировали. И в июле Мария вернулась в страну. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге. В некоторых районах края могут ввести режим ЧС из-за засухи. Жители Табунов бьют тревогу. Последний раз дождь в их районе был 15 июня. Сейчас засуха больше всего ударила по аграриям, которые уже подсчитывают убытки. Похожая картина в Ключевском, Михайловском, Угловском районах. Местные власти просят ввести режим ЧС. Он даст возможность аграриям пролонгировать сезонные кредиты. В Краевом Минсельхозе сообщили, что держат ситуацию под контролем. Вводить режим чрезвычайной ситуации в районах, которые страдают от засухи или нет, ведомство будет решать индивидуально. Ну а в этом сюжете дачники выступают против фермеров. Это не триллер. Это бытовая история в одном алтайском садоводстве. Сначала тишину и покой пригорода нарушила ферма. Около 600 гусей, лошади, козы. Это, по словам жителей, запах, шум и испорченные огороды. Недопонимание переросло в прямой конфликт и даже криминал. Историю одного непростого соседства расскажет Андрей Дреер. Дача – это тишина и покой до тех пор, пока рядом не поселятся фермеры. Так в садоводстве лесной поляны год назад идиллию нарушили гуси. А нынче помимо гусей коровы появились там штук 10, лошади появились, козы целое стадо появилось. И естественно и гуси, и козы ходят без присмотра. Животные заходят на огороды, топчут грядки. Все началось сразу с 300 гусей. Потом особей стало уже 600. Между жителями и фермерами постепенно начал нарастать конфликт, который быстро перерос в войну. Он берет этот дрын, трехметровая сосна, вот здесь вот лежала прям вдоль дороги. И разгоняется, я смотрю, просто по машине, либо по мне. Смотрю по мне. По словам Алексея, просьба уступить дорогу и послужила причиной драки. Работник фермы сначала оскорблял, а потом пошел в атаку. Сам дачник уверяет, вход пустил не кулаки, всего лишь перцовый баллончик. И сразу уехал. Но фермеры решили мстить. Здесь вообще локтем били вот так вот. Вот, где эффектора полностью нет, вот так прям били локтем. Сначала напали на машину, а когда Алексей на своей Тойоте вырвался, устроили погоню. Я попытался вырулить и правее выехать. И в этот момент меня приора ударило минимум в два раза. Вот видите следы удара этого. Я просто набираю скорость, чуть под камаз песком не залетая по встречной полосе. Людей просто спихиваю. Они прям съезжали, потому что я сигналил и просто ехал наглую. Уже в полиции показания Алексея подтвердила его мама, которая была в машине во время погони. Но и в отделении ее встретил сосед-животновод. Я сидела в машине, окна тонированные, они меня не видели. И он прямо сразу при полицейском, который его ни разу не одернул, товарищ господин капитан. Он мне говорит, ты врешь, тебя в машине не было, не было меня в машине и все. А я была там и все видела. Теперь в деле разбирается полиция. Владелец фермы Артур свою точку зрения высказывать не захотел. И по телефону заявил, что общаться с журналистами не собирается. Только заверил, фермы здесь скоро не будет. По данным из кадастровой карты и не должно быть. В данном случае вид разрешенного использования – это садоводство и огородничество. Поэтому мы понимаем, что разведение животноводства и птиц здесь не предполагается. Как следствие, я считаю, есть необходимость обратиться в органы власти. В том числе можно сначала с них начать для наведения порядка. Как говорят члены садоводства, им Артур тоже пообещал убрать ферму до конца августа. Дачники надеются, что это вернет их к спокойной и привычной жизни. Хотя такое обещание они слышат уже не в первый раз. Андрей Дреер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. На большей части территории края в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди и грозы. Ожидается порывистый ветер. Такая погода продлится до субботы, при этом будет довольно тепло. В выходные установится по-настоящему июльская жара до плюс 28 и даже 30 местами градусов. Ну а какой погоды будет завтра, узнаете через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи.